Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой вот беретик на девочку. Он рассчитан где-то от 5 до 7 лет. Украсила я вот такой беретик замечательными бусинками обычными. Меняла цвет ниточки, он у меня двухцветный. В сегодняшнем видео я хочу вам именно показать, как сделать вот это расширение цветочка. То есть, как записать основу. Затем вы от этой основки просто провяжете в каждую петельку по столбику. В арочку я провязывала 3 столбика с накидом и закончила 4 рядами обычной стандартной резиночки. Я провязала расширение от кольца амигуруми, вот оно у меня, 11 рядочков. То есть, кольцо у меня первый ряд, далее второй, третий, четвертый и так далее. Шестой, седьмой ряд я провязала, ниточку поменяла на дополнительный цвет, это у меня беленький. Затем провязала 3 ряда ниточкой основного цвета и закончила 10-11 ряд прибавления своей снова ниточкой дополнительного цвета. В качестве основного цвета я взяла серый меланж цвет, в качестве дополнительного беленький. Вязала я ниточкой Alize Lana Gold Pine, в ней 390 метров в 100 граммах, она полушерстяная, крючок номер 2. Итак, кому понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Так как плотность вязания у всех разная, я не один раз повторяю, что разница может быть в получившемся, так скажем, беретике. То есть, может быть, к примеру, не на 5-7 лет, а на 3-6 лет, к примеру, либо наоборот больше. Это уже зависит от выбранной вами ниточки толщины с крючком, так и плотности вязания. Вы уже по ходу вязания будете сами смотреть, где вам нужно сделать прибавления и до каких пор вам нужно его делать. Точно так же и прямое вязание. Итак, начинаем с кольца амигуруми, ниточкой основного цвета. Закрепляем крючком и делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И нам нужно в колечко сделать 8 столбиков с одним накидом. Так как 3 воздушные петли подъема нам замещают 1 столбик, мы должны сделать еще 7 столбиков. Итак, это у нас уже 2 столбика, далее 3. Делаем накид, ныряем в колечко, 4 столбика. 5, 6, 7 и 8. Придерживаем петельку и стягиваем наше колечко. Теперь, в третью петлю подъема нам нужно сделать соединительный столбик. Как бы полностью завершить вот такой вот наш кружочек сделать. И теперь я вам посоветую в начале каждого ряда делать соединительный столбик в следующую петельку. То есть, как бы переход для того, чтобы максимально было не видно соединительных вот этих вот петелек или столбиков. Теперь смотрите, у нас по кругу 8 петелек. Нам в каждую петельку нужно провязать по 2 столбика с одним накидом и между ними воздушная петля. Мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3, которые нам замещают 1 столбик. Еще делаем воздушную петлю. И в эту же петлю основания делаем столбик с одним накидом. То есть, мы провязали в 1 петельку 2 столбика с одним накидом, 3 петли подъема, столбик и между ними воздушная петля. Теперь в следующую петельку провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Следующую петельку берем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Мы в этом ряду провяжем по 2 столбика в каждую петлю, между ними воздушная петля. как бы сделаем вот такие вот своего рода дырочки рогатки и каждую из петелек мы провяжем повторяющиеся рогатки два столбика с одним накидом между ними воздушная петля так нам нужно провязать 8 раз довязали до конца ряда у нас получилось в конце ряда 8 рогаточек находим третью петельку подъема начало ряда и делаем соединительный столбик вот у нас второй ряд окончен и как я вам уже говорила в начале каждого ряда мы с вами будем делать такой небольшой переход соединительными столбиками или соединительными петлями сейчас как вы видите у нас вот здесь вот рогаточки сделаны уже в предыдущем ряду поэтому мы сразу делаем переход соединительным столбиком в рогатку то есть вот она наша арочка или рогатка как вам будет понятнее сделали соединительный столбик и делаем 3 воздушные петли подъема они заменяют нам как всегда столбик с одним накидом делаем накид еще раз в эту арочку или рогатку делаем один столбик с одним накидом теперь делаем 2 воздушные петли накид и в эту же арочку провязываем 2 столбика с одним накидом то есть как вы видите мы с вами провязали 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом это все в одну рогатку далее переходим к следующей рогатке вот она через два столбика с одним накидом делаем накид и сюда провязываем 2 столбика с одним накидом далее две воздушные петли и сюда же два столбика с одним накидом снова находим следующую арочку через два столбика с одним накидом предыдущего ряда делаем накид и сюда провязываем 2 столбика с одним накидом первый столбик второй далее 2 воздушные петли и сюда же довязываем 3 столбик и 4 снова делаем накид через 2 столбика находим арочку нашу и провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли сюда же 2 столбика с одним накидом и так мы будем довязывать до конца ряда то есть у нас должно получиться 8 раз вот таких вот 8 лепесточков по 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом довязали третий ряд у нас получился вот такой вот цветочек восьмилистничек теперь в третью петлю подъема делаем соединительный столбик все у нас получился вот такой замечательный цветочек и отталкиваясь от него мы будем делать теперь каждый раз каждом рядочке продолжать так скажем не начинать и продолжать делать переходы соединительных столбиков то есть вот так вот сделали в следующую петельку соединительный столбик не забывайте в каждом ряду каждом начале ряда делать соединительный столбик переход на одну петлю вперед теперь делаем и воздушные петли подъема как всегда замещают столбик с одним накидом и накид делаем переходим вот эту вот нашу галочку арочку провязываем сюда 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом и всегда во всех последующих рядах мы будем провязывать в арочке одинаковое количество столбиков то есть 1 2 столбик 2 воздушные петли и 3 4 столбик то есть по 4 столбика между ними 2 воздушные петли в каждом ряду в каждую арочку будет меняться количество столбиков между арочками то есть между вот этими рогаточками будет количество меняться будет постепенно увеличиваться делаем накид и в следующую петельку провязываем столбик с одним накидом теперь пропускаем следующую петлю делаем накид и вот получается между первым и вторым столбиком рогатки провязываем столбик с одним накидом делаем накид и в следующую рогатку провязываем стандартные наши два столбика 2 воздушные петли 2 столбика то есть получается между вот этими рогаточками мы с вами провязали с одной стороны столбик и с другой стороны столбик с одним накидом вот смотрите мы провязали столбик 3 воздушные петли подъема затем рогаточку 4 столбика между ними две воздушные петли столбик столбик и снова рога . теперь делаем накид и снова находим 3 4 3 4 столбик предыдущего ряда с рога . провязываем здесь столбик с одним накидом затем находим 1 2 столбик следующие рогаточки и над ним провязываем столбик с одним накидом в рогаточку провязываем 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика снова между рогатками у нас получается в предыдущем ряду 3 4 столбик мы провязываем над ними один столбик с накидом следующем ряду пропускаем получается одну петлю и в следующую 1 над первым и вторым столбиком предыдущего ряда рогатки провязываем столбик затем снова рогатка 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом снова с предыдущего ряда наша рогаточка мы над третьим 4 столбиком провязываем столбик и над первым вторым провязываем столбик то есть получается мы пропускаем всегда между вот этими нашими лепестками пропускаем одну петлю здесь пропустили одну здесь пропустили одну здесь пропустили одну и затем провязываем наши рогаточки по 4 столбика 1 2 между ними 2 воздушные петли затем довязываем 3 и 4 столбик снова над последними двумя столбиками предыдущей рогатки предыдущего ряда провязываем столбик и между первой и второй предыдущего ряда провязываем столбик теперь снова наша рогатка провязываем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика эта комбинация у нас неизменна снова над третьим и четвертым предыдущего ряда столбиком провязываем столбик с накидом над первым вторым предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, между ними воздушная петля пропущена и теперь довязываем снова нашу рогаточку, две воздушные петли между двумя столбиками первыми и вторыми двумя столбиками снова столбик с одним накидом, пропускаем петлю, столбик с одним накидом И последняя наша рога. Столбик, столбик, две воздушные петли, столбик и сюда же столбик. То есть две воздушные петли между первыми двумя столбиками и между вторыми. Теперь делаем, получается, столбик вот здесь вот, последний с накидом, то есть между третьим и четвертым предыдущего ряда столбиком. И соединительный столбик делаем или соединительную петельку в третью петлю подъема. Вот он провязан наш четвертый ряд. Для тех, кто хочет сменить ниточку, как у меня, берем, делаем переход, как я вам говорила в начале каждого ряда, но уже, получается, вытаскиваем ниточку дополнительного цвета. То есть вот, как бы делаем соединительный столбик, но уже другим цветом. Теперь вот эти вот кончики, получается, ниточку основного цвета и дополнительного, ложим на вязание и постепенно будем внедрять наше в вязание. Делаем три петли подъема, накид и находим первый и второй столбик предыдущего ряда нашей арочки. И в него делаем столбик с одним накидом, но вяжем уже ниточкой дополнительного цвета. То есть у нас, получается, столбик с накидом заменяют три воздушные петли подъема и столбик уже провязан другой. Переходим в арочку и провязываем два столбика, две воздушные петли, два столбика, как всегда. Первый и второй. Две воздушные петли, третий и четвертый. Теперь снова находим с нашей арочки предыдущий третий и четвертый столбик и в них провязываем один столбик с накидом. Первый и далее провязываем следующую петлю, второй. Пропускаем одну петельку и провязываем следующие две петельки по столбику с накидом. То есть в предыдущем ряду, вы помните, мы провязывали по одному столбику, помимо нашей арочки и рогатки. То здесь мы уже провязываем два столбика. Вот она у нас, рогаточка наша. Первый столбик, второй. Пропустили петлю, третий и четвертый. Снова переходим в рогатку. Провязываем два столбика, две воздушные петли и два столбика. Снова провязываем следующие две петельки. Столбик, далее столбик. Пропускаем одну петлю и снова столбик, столбик. И переходим в рогаточку нашу. Столбик, столбик, две воздушные петли, столбик, столбик. То есть два столбика, две воздушные петли, два столбика. И снова у нас следующие две петельки мы провязываем по столбику с накидом, пропускаем одну петельку и делаем еще два столбика в разные петельки. Переходим в арочку и в арочку провязываем стандартные два столбика с одним накидом, две воздушные петли, два столбика с одним накидом. Как вы поняли, постепенно у нас будет увеличиваться количество столбиков между нашими арочками-рогатками. Теперь дошли снова до нашей арочки, провязываем два столбика, две воздушные петли, два столбика. И снова столбик-столбик пропускаем петлю между двумя столбиками первыми и вот они двумя столбиками вторыми я пропустила петлю, тем самым делается у нас как бы визуально дырочка. Вот она у нас дырочка. Теперь снова переходим в нашу рогатку, провязываем два столбика, две воздушные петли и два столбика. И теперь снова столбик-столбик пропускаем петлю, следующую делаем столбик-столбик. И снова довязываем в рогатку нашу два столбика, две воздушные петли и два столбика, затем столбик-столбик пропускаем. Вот она наша дырочка, так и пропускаем, делаем как бы вот здесь вот дырочки. Вот, как вы видите, у нас получаются треугольнички уголками вниз, вот они пошли, а здесь уголками идут треугольнички вверх. То есть как бы между нашими вот этими вот рогаточками идут еще свои рогатки, но в обратную сторону. Если вы обратите внимание, то они как бы кверх ногами. И вот мы снова подошли к нашей рогатке, делаем столбик-столбик, две воздушные петли, столбик-столбик, две воздушные петли. Так мы провязываем каждую рогаточку. И самостоятельно уже довязываете два столбика, пропускаете петлю два столбика, снова рогаточка, два столбика. И у нас будет соединительная петелька в конце ряда. Довязали ряд и в третью петельку подъема соединительный столбик. Все, мы закончили наш очередной уже по счету пятый ряд. Так как я цвет не буду менять, то есть у меня получается два ряда сейчас будет беленьким цветом, я оставляю ниточку, но никогда не спешу обрезать ниточку основного цвета, так как в любой момент я захочу поменять ниточку на другой цвет. Итак, снова начало ряда, делаем плавный переход соединительный столбик в следующую петельку. Так в каждом ряду, не забывайте, для того, чтобы был красивый, не смещенный рисуночек. Делаем три воздушные петли подъема и довязываем два столбика до нашей рогатки. То есть, как вы поняли, уже снова увеличился на один столбик. Три воздушные петли подъема заменили нам столбик, то есть между нашими рогатками уже по три столбика с одним накидом. В рогатку провязываем, как всегда, два столбика, две воздушные петли, два столбика. Теперь провязываем три уже столбика, один столбик, далее второй столбик, в следующую петельку, третий столбик. Затем пропускаем одну петлю и довязываем до следующей рогатки три столбика с одним накидом. Благодаря тому, что мы пропускаем вот здесь вот по серединочке между рогатками петельку, у нас получается вот такой треугольничек в обратную сторону. Снова дошли до рогатки. Провязываем два столбика, две воздушные петли и два столбика. Теперь провязываем три столбика с одним накидом, пропускаем одну петельку и довязываем до следующей арочки или для следующей рогатки три столбика с одним накидом. В рогаточку-арочку довязываем два столбика, две воздушные петли, два столбика и вокруг этой рогатки у нас уже по три столбика. То есть раппорт узора нашего сейчас составляет рогатка и по одну сторону и по вторую по три столбика с одним накидом. В следующем ряду уже будет рогатка по четыре столбика с одним накидом по бокам, в следующем ряду по пять столбиков и так далее. То есть количество столбиков между рогатками увеличивается, а в рогатку мы так и продолжаем провязывать по четыре столбика, первый и второй столбик, а между ними две воздушные петли. Этот стандарт у нас будет до конца вязания расширения нашего берета. Итак, продолжаем провязывать до конца ряда. Столбик-столбик, две воздушные петли, столбик-столбик. И точно так же после этого три столбика с одним накидом, петлю пропускаем одну и в следующую провязываем снова столбик, в следующую столбик и в следующую столбик до следующей рогатки. Вот, смотрите, таким образом у нас постепенно увеличивается наш диаметр верхушки шапочки. Теперь же мы довяжем до конца этот ряд и я вам покажу, как я буду переходить, набирать высоту шапочки. Саму шапочку я не буду вывязывать, я думаю, что здесь вам понятно осталось. Я буду увеличивать вот таким вот образом до 11-го ряда для шапочки. То есть мы провязали с вами кольцо, это первый ряд, затем увеличение второй, третий, четвертый, пятый, шестой мы поменяли с вами цвет ниточки. Далее седьмой, восьмой, девятый мы провяжем цветом основным и снова десятый, одиннадцатый цвет я поменяю цвет ниточки. Но так как я это уже делала, я просто вам хотела показать вот этот узорчик, я довяжу этот ряд и покажу вам, как довязать этот беретик основку. То есть основываясь на вот этом примерчике, вы, я думаю, самостоятельно без проблем свяжете такой замечательный беретик. Он слегка зерзагообразный, то есть такой как бы волнами, довольно-таки симпатично смотрится на голове, как на ребенке, так и на взрослом. В зависимости от диаметра будет фиксироваться размер шапочки. То есть хотите больше шапочку, провяжете еще на рядочек больше. Ну, думаю, больше чем на ряд не стоит увеличивать, так как шапка может быть очень большая. Конечно же, вы сами смотрите, как вам лучше, чтобы была высота шапочки. Я буду провязывать всего лишь 7 рядочков и резинки буду провязывать 4 ряда. Если же шапочка на взрослого, то можете провязать резиночку чуть пошире, лишь для того, чтобы она хорошо закрывала ушки взрослого. Ну, то есть для ребенка, в принципе, там достаточно 4 рядочков, для взрослого будет немножечко маловато. Поэтому уже, скажем так, опираясь на мой примерчик, вы будете увеличивать или уменьшать, то есть фиксировать размеры на свое усмотрение. Вот я как раз дохожу до конца ряда. И сейчас я вам этой же беленькой ниточкой покажу, как набирать высоту беретика. И вот, смотрите, конец ряда мы довязываем 3 столбика с одним накидом. Как бы у нас пропускается последняя петля, мы ее не довязываем, а в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Теперь снова сделали переход в следующую петельку. И в каждую петельку мы сейчас будем провязывать по столбику с одним накидом. То есть делаем привычные нам 3 петли подъема, в следующую петельку делаем столбик, в следующую столбик и так далее. Сколько у вас столбиков будет до вашей, скажем так, рогаточки, столько и провязывайте. Их может быть 7-8, то есть в зависимости от того, сколько вы делали прибавлений. Дошли до рогатки, делаем накид и в рогатку провязываем 2 столбика с одним накидом. Без каких-либо воздушных петелек и так далее. Находим следующую петельку и провязываем в нее столбик. И так продолжаем далее. Не будем мы теперь делать никакие воздушные петли, никакие петли мы не будем пропускать. То есть никаких дырочек просто в каждую петлю мы с вами провяжем по столбику с одним накидом. Это у нас будет считаться первый ряд высоты. И еще помимо этого первого ряда вы провяжете 6 рядочков. То есть всего где-то 6-7 рядочков для высоты берета. Как вы поняли, арочку мы провязали по 2 столбика. И в каждую из предыдущего ряда столбиков, даже ту дырочку, которую мы с вами пропускали, и в нее мы провязываем в каждую по столбику с одним накидом. В каждую петлю. Затем вы просто делаете обычный филейный ряд обычный с дырочками и из него вывязываете резинку 4 рядочков. Я думаю, что здесь вопросов возникнуть не должно. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Конечно же фантазируйте со своими цветами для шапочки. То есть это может либо быть двухцветная, либо однотонная, либо совсем разноцветная вариант. В зависимости от выбранной вами ниточки, то есть я выбрала полушерстяную, этот беретик у меня хорошо, идеально подойдет для осени, либо весны. Если же вы возьмете какую-то тоненькую хлопковую ниточку, конечно же можно такой беретик с удовольствием носить летом в жаркую погоду от солнышка, ребенка защитить. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.